Денис Наши речи или нет Блин, ну вообще-то Или оставить их, пускай пускай гадают Как тебе сказать, если они внимательно слушали Наши подкасты, то это очевидно Это очевидно, что я старше Да, ты младше И мы просто сыпем фактическими ошибками Когда пересказываем некоторые истории с прошлого Да, потому что На самом деле это все сидит один и тот же человек И записывает просто Две дорожки и разговаривает Сам с собой Нас с тобой постоянно обвиняют в том, что у нас слишком похожие голоса Серьезно? Ну, не в подкасте, а вообще и в реальной жизни Наши родственнички какие-нибудь Нас все время путают На самом деле это тут сидит Тут сижу я И у меня тут такая кукла сидит Я просунул в нее руку И говорю твоим голосом И немножко магия Твой сморфер и все Именно поэтому У меня дорожка такая Более объемная Не потому, что у меня микрофон лучше, чем у тебя Потому что тут, короче, через куклу проходит звук Слушай, мы с тобой тут обсуждаем Я заметил одни там трэши К всякие комедии, боевички Да и так далее и тому подобное Мне тут стало интересно У нас в детстве был хоть один Какой-нибудь возвышенный фильм Который мы прямо считаем частью нашего детства Я знаю, ты, наверное, хочешь сказать Гладиатор, да? Но Гладиатор не покатит Гладиатор не часть твоего детства Во всяком случае Он часть твоего Да, фиг знает, блин Я просто Сейчас я не могу Просканить быстро всю нашу библиотеку С детства Но вот каждый раз Когда ты забиваешь Наперед там на неделю Четыре-пять фильмов На следующий подкаст И я пробегаюсь по ним И как бы В надежде Увидеть когда-нибудь Там таки этот возвышенный фильм О котором я Не помню, но знаю Тогда я буду думать И я постараюсь тебя впечатлить Сейчас Надо какую-нибудь херню сморозить О, я знаю Коронный бросок Эрнеста Надо было вообще Всю эту подводку сделать тем Что у нас сегодня Возвышенный фильм будет В чём-то Ты сейчас Всё правильно сказал Потому что Сегодня мы обсуждаем Классическую комедию С Адамом Сэндлером Эй, я Сэндмен Я буду говорить Вот так Комедия под названием Билли Мэдисон И да Я помню, что Это просто, наверное Идеальный фильм Для знакомства С творчеством Сэндмена Потому что Это первый его Прорывной большой фильм В мейнстрим Который первую известность Ему в качестве Главного актёра Снискал И я помню Да, что это был Мой первый фильм С Эндлером Что я смотрел Его тогда По СТС Мы его сразу же Записали на кассету Это был вот тот Самый праздничный блок Который у меня Прямо, не знаю Какое-то дикое желание Просто восстановить Какие именно фильмы Показывали в этом блоке Я помню, что это был Билли Мэдисон Говард Утка И что-то ещё Что мы уже обсуждали Сейчас не припомню Но я помню, что я много Пересматривал этот фильм Что он мне очень сильно нравился И по-моему Ты со мной согласился И у тебя было всё то же самое Конечно СТС Запись И как бы Странно, что У нас Говард Утка Так и не вызвал Никакого отклика Как я помню Он у меня очень-очень Большой отклик вызвал В моих штанах В той сцене Когда там В общем Этот Говард Утка И Как её Лия Томпсон Да Где у них там Бестиалити Я тогда По-моему Это был мой Сексуал Ауэйкенинг И очень-очень странный А да Я почему-то даже Не обратил на это Внимание в своё время То есть Я уже сейчас Когда Ну Эти сцены Они всё-таки Разымели какой-то Эффект на поп-культуру Да Да Любой, кто Обсуждает Говарда Утку Сейчас Он Первым делом Обсуждает эту сцену Когда просто Межвидовая связь Происходит В детском В относительно детском фильме А вот это детский Был фильм или нет Я так и не понял Потому что Он очень такой Смешанно-тональный Тональный Вот фиг знает Ну короче Я мимо себя Вообще пропустил Весь этот подтекст Я просто запомнил Этот фильм Который мне просто не зашёл Мне вообще не понравился Я хотя бы от начала до конца Посмотрел Но Пересматривать у меня Даже тогда Когда ПСТС его ещё раз Показывали Я не хотел Слушай, вот ты был Слушай, вот ты был инициатором Записи фильма Билли Мэдисон На кассету И по-моему Ты с первого просмотра Это решил делать Или нет Ты не помнишь Свою мотивацию? Мне кажется Это был не первый Мой просмотр этого фильма Потому что я помню С любого момента Он в плане кассы И его даже критики Больше похвалили И вообще Он читается как бы Ну фильмом Который намного больше Запустил карьеру Сэндмана Чем Билли Мэдисон Но на самом деле Это наверное Надо считать Что это был Как бы Как говорится Удар Типа один-два Типа one-two-панч Потому что Даже вот Печально известная Производственная компания Адама Сэндера Она называется Как на секундочку? Хэппи Гилмар Хэппи Мэдисон Она называется Хэппи Мэдисон Хэппи Мэдисон Почти 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 Получилось Да Как бы Она существует Вроде бы до сих пор Да И у неё получается Существует За счёт того Что она в своё время Сключила сделку С Нетфликсом И теперь На Нетфликсе Там Десять фильмов В год Выходят С Адамом Сэндлером И его друзьями Все которые Просто невозможно Смотреть Но тем не менее У всех них Просто До смешного Большое количество Просмотров на Нетфликсе И у них Очень много Продается реклама За этот счёт И поэтому Эти фильмы Продолжают сниматься Я вот Всегда Эти заморские новости Воспринимал Так что Я наверное Никогда Как бы Не стремился Не смогу понять Культовость Мэдисона Аф ты Мэдисона Сэндлера Сэндлера в штатах А я Извини Перебиваю тебя Но я её Прекрасно понимаю Договаривай Нет Не то что Понять Ощутить на себе Я про это То есть Сейчас казалось бы У него Типичный Путь Звезды Который вышел В тираж Да Да Там У нас Куча таких Примеров Но он Всё равно Умудряется Достучаться До сих пор До какой-то Части аудитории Которая до сих пор Просто Их Хлебом не корми Да и посмотреть Новый фильм Адамом Сэндлера Да Это странно Потому что Он Самый продуктивный И самый успешный И высоко зарабатывающий Вышедший в тираж Актёр на свете Именно И вот это Это для меня Парадокс до сих пор И я всегда Это списывал На то Что я просто Не нахожусь В контексте Как бы Этой страны И его Истории В кинематографе Именно этой страны Потому что Сейчас Как получается Вот это поколение Которое Лениво валяется На диване И смотрит Нетфликс На автопилоте Они как бы Получается Выросли В своё время На комедиях Сэндлер И готовы до сих пор Типа Смотреть Всё что Он произведёт Смотри А чья карьера Сейчас У тебя вызывает Не знаю Большое уважение Двух продуктивных Успешных И высокозарабатывающих Актёров на свете Адама Сэндлера Или Джеки Чана Вот знаешь Новости О том Сколько Сэндлер Сейчас зарабатывает Сколько фильмов Производит Они чуть громче Для меня Потому что Это всё-таки Голливуд Я верю В то что Джеки Чан Что-то ещё Мутит в Китае Но до меня Не все его фильмы Доходят То есть Ей надо просто Натыкаться На какой-то Рандомный ролик И просто Ох Нифига себе Новый фильм Джеки Чана Но у нас новостей О них нету Поэтому я просто Не обладаю Теми знаниями Чем сейчас Джеки вообще занимается Я так Сделаю Дикую догадку И предположу Что ты не смотрел Новый фильм Адама Сэндлера Uncut Gems Нет ещё Вот я смотрел Да Но я о нём Знаю Как бы Достаточно Много Чтобы сравнить С каким-то Новым фильмом Джеки Чана И понять Что я о нём О Джеки Чановском Фильме Я не знаю Почти ничего Ну а я смотрел Негранённые алмазы Или как они Называются По-русски Я уж не знаю Неогранённые Драгоценности И я смотрел Фильм Ноя Баумбаха Трёхлетней давности Под названием Истории семьи Мейровиц И поэтому Я знаю Что Сэндмен У нас Как бы Ну там Чуть-чуть Из-под тишка Как бы Пытается работать В драматической струе И у него Это получается Да У него Очень хорошо Это получается Вот в обоих фильмах Что я Сейчас Перечислил Как бы Он в них Обоих Очень хорошо играет И это Два очень достойных Фильмов Поэтому Я считаю Что как бы У Сэндлера Ещё всё Далеко не позади Если Продолжатся Сниматься Вот эти вот Как бы Фильмы на нетфлисе Которые никто не смотрит Кроме вот Какой-то там Странной аудитории Да Что если он продолжит Переть вот в этом направлении Из-под тишка То у меня к нему Вопросов Ну вообще не будет И было бы здорово Да Потому что Как бы Видите его В драматических Картинах И что у него Это получается Но это не знаю Это как-то круто На самом деле Я рекомендую Кому интересно Посмотреть Неогранённые Драгоценности Очень-очень Классная Криминальная Драма Слэш Триллер Ну просто представь У тебя есть Супер Сейвовый вариант Который может тебе В год Приносить Энную Сумму По миллионам Долларов Да И как бы Отказываться От нее полностью Он не хочет Но Душа как бы Тяготеет К серьезным ролям Тут и там Ох Мы еще Поподробнее Поговорим О том Вообще Как развивалась Карьера Нашего сегодняшнего Героя Потому что Я не знаю Я на самом деле Сразу скажу Я когда сейчас Пересматривал Билли Мэдисона Я не знаю О чем я больше думал О фильме Который я смотрю Или о карьере Человека Который играет В нем главную роль Потому что Я не мог Сосредоточиться На фильме Все время думал Блин А как все начиналось На самом деле Я хочу сказать По поводу Популярности Фильмов Сэндлера Сейчас Я бы сравнил Образ Адама Сэндлера В американском сознании С образом Какого-нибудь Евгения Петровича Пиросяна В российском сознании Или вот Все вот Этой Массы Комиков Времен Кривого зеркала Как бы Их же По-моему До сих пор Показывают По первому Второму каналу И всякие Голубые огоньки На них Их тоже Зовут Вроде бы Да И мне кажется Старые люди Эти лица Знают Поэтому Они их Смотрят И у этих Каналов И у этих Людей Есть своя Аудитория И мне кажется Что у Сэндлера То же самое То есть Были в 90-е Фильмы Которые Всем нравились И тем более Он же начинал Свою карьеру В качестве комика Еще раньше Чем снимались Фильмы Типа там Билли Мэдисона И Счастливчика Гилмара Поэтому Он Свою портфолио Свою Боди Оф-ворк Настолько Сильно Его Наработал Что Теперь У него Просто Репутация Его образ Он Бежит Впереди Самого Чувака И поэтому Как бы Есть Очень Много Людей Которые На нем Выросли И для Которых Просто Вот Он Как Шварц Его Лицо Выглядит Как Дом Выглядит Просто По-домашнему Поэтому Ты видишь Ну а Новый фильм Сэндмилоном Посмотрю Пять минут Выключу У Нетфикса Засчитается Просмотр Все Понятно Это Просто Еще на другую мысль Навело Что Получается Штаты Они Немножечко Там Ну на Десятилетие Может быть Вперед Идут По тому Как Контент Потребляется Разными Возрастными Группами То есть У нас Сейчас Если взять Типичного Там Пенсионера Или Предпенсионного Возраста Человека Он Как бы Не балуется Сейчас Никакими Онлайн Кинотеатрами И прочей Этой фигней Ему Как бы Хватает Первого Второго Канала И все Поэтому Как бы Петросян И же С ними Они там И тусят Но Как бы В Штатах Уже Все Ушло В онлайн И там Вот этот Петросян Сэндлер Он Нашел Вот ту Нишу На этих Онлайн Площадках Получается Так Ну просто У Америки Не было Таких 90 Как были У нас Поэтому У нас В 90 Как бы Не появлялось Новых талантов Ну Кроме Наверное Алексея Балабанова У них Как раз Таки Вот В 90 Появился Там И Адам Сэндлер И Джим Керри И вот Все остальные Поэтому У них Сейчас Вот Подросло Поколение Которое Не такое Старое Как Которое У нас Смотрит Петросянов И Кривое Зеркало Но Которое Все равно Старше Чем 40 50 Плюс У них Есть Доступ К Нетфликсу У них Есть Любовь К Сэндлеру И поэтому Получается Вот такая Вот Интересная Штука Я готов Сделать Еще одно Смелое Предположение Предсказание Так Первый Человек Который Сможет Выстроить Такую Бизнес Модель При которой Он сможет Сделать Онлайн Площадку Для Нашей Аудитории Вот этих Пенсионеров Предпенсионных Чуваков Очень доступно На которые Будут на повторе Крутиться Как старые Все Выпуски Смеха Панорама Аншлага И прочего Так и новые Скетчи Это будет Просто хит А кто бы Мог Так сделать Из наших Там типа Проблема Только в том Чтобы доставить Вот этот Контент До этой Аудитории То есть Чтобы он Был у них На расстоянии Знаешь Одного Нажатия Кнопки Да Потому что Если ты скажешь Сейчас Какому-нибудь Пенсионеру Типа Там Евгений Петрович Выступает На Не знаю На каком-нибудь Кинопоиске HD Да Он такой Чего Поиск Нет Знаешь Что у меня В голове всплывает То есть Сейчас Любому Пенсионеру Если сказать Как бы Я немного Из личного Опыта Это Беру В любой момент Когда захочешь Посмотреть То, что ты захочешь А не ждать Там Программки Или прочего Да Большинство Пенсионеров Просто башню Сносят Это Слишком Слишком Много Да Слишком Много Типа Это же Офигенно Как бы Да Вот Просто Берешь И Включаешь Бесконечный Плейлист Того Что тебе Нравится Сейчас У нас Нет механизма Того Чтобы Как бы Всем Людям Из этой Возрастной Группы Доставить Контент В таком Виде Вот В таком Легком Доступном Виде Но Вот Как только Это Произойдет У нас Образуется Тот же Самый Пласт Где Будет Генерироваться Просто Сумасшедшая Статистика По просмотру Очень Странных Вещей Которые Молодежь Не будет Вообще Вдуплять А Ну Мне кажется Что-то Такое Уже Сделал Человек Который Видит Будущее Это Никита Михалков С его Бесогон ТВ Да Просто Смотри Мне кажется Что-то Похожее Происходит С некоторыми Роликами На затворках Ютуба У которых Дофигища Миллионов Просмотров Но Ты сам Никогда Своими силами На них Не выйдешь А потом Заходишь Как-то Случайно На этот Ролик Читаешь Комментарии Там Просто Сидят Люди Совершенно Из другой Высторонной Группы Там Пишут Очень Какие-то Обскурные Комментарии Миллионы Просмотров Миллионы Комментариев Да блин Я каждый раз Когда иду Починить Компьютер Родителям Я смотрю Что они там Смотрят И такой Окей Это не для меня Это что-то Такое Явно Для них Вот И когда Это будет Что-то Массовое То есть Когда все Люди Из этой Взрастной Группы Будут знать О каком-то Общем Месте Куда Они могут Подключиться И смотреть Вот такие Странные Обскурные Вещи Это Чувак Немножко В другом Формате Но все же Вот У нас Эти Квенщики Комедиклабовцы Они же до сих пор Пилят фильмы Да Всякие Там Бабушки Легкого Поведения И всякое Такое Дерьмицо Да Ну Они Они делают Это уже Меньше Чем Скажем Там Лет 5-6 Назад Но все-таки До сих пор Время от Времени Что-то такое Появляется И как бы Эти фильмы Никогда Никому не нравились И Тем не менее Для них до сих пор Как бы ходят люди В кино Просто потому Что на постерах Знакомые рожи Из телека И как бы В какой-то В какой-то мере Ты прав Да И мне кажется Что как бы Какая-то корреляция Тут точно имеет место Последнее Что скажу В этой рубрике Это что На самом деле Адам Сэндлер Пытался запустить Свою карьеру В качестве Главного героя Фильма И я тебе рекомендую Зайти сейчас На кинопоиск И посмотреть этот фильм Фильм под названием Всех за борт 89-го года Зайди на страницу На кинопоиске И посмотри На этот постер Это просто великолепно Подожди Ты видишь Это дерьмо Я вижу Но Этот постер Был сделан Не в 89-м году Что за бред Именно поэтому Я хотел Чтобы ты Увидел этот постер То есть Фильм 89-го года У которого Оценки Просто Что на IMDb Что на кинопоиске Они просто Лучше чем Все что я видел В своей жизни И этот постер Который Я не знаю То есть Фильм называется Всех за борт Окей Надо короче Яхту на задний план Двух полуголых девиц Чуть поближе И Фотку Сэндлера Не знаю Года 2011 Наверное Мне кажется Что это вообще Взято из промо Фильма Приколисты Мне кажется Он там В точно такой же Одежде стоит На постере Я и подумал Что это Как-то связано С фильмом Приколисты Когда увидел его Блин Вот Я сейчас зашел На страницу Приколистов Та же самая Кофточка И даже Пуговица Так же Застегнуты Блин Короче Я не знаю Как этот постер Появился на свет Но тот Кто его сделал Заслуживает Нобелевскую премию Мне больше нравится Бюджет этого фильма Я не знаю 200 тысяч долларов Вот этому Надо быть просто Отчаянным Чтобы Блин Это какой-то Наверное Неграненый Алмаз Я думаю Сэндлер Ну-ка Стоп На Rotten Tomatoes Даже оценки Это только Аудиенс Оценка 11% Ох Блин Это какой-то Явно неоткрытый Джем Всей карьеры Сэндлера И судя по всему Билли Зейна Потому что Его имя есть на постере Да Но в списке актеров Он находится на 13 месте Блин Мне так интересно Что это за дерьмо Слушай Увидев оценки Я теперь захотел Хотя бы одним глазком Посмотреть на это Хотя бы на трейлер Надо будет посмотреть Да Ладненько Итак Ты знаешь Что Билли Мэдисон Появился на свет В тот же самый год Когда Сэндлер Ушел С СНЛ Он выступал Там на протяжении Пяти лет С 90 По 95 Год И типа Я На самом деле Даже интересно Как бы Когда он уходил Какие там разговоры Вокруг этого были Что типа Он сейчас возьмет Легко как бы Продолжит карьеру Или тогда люди говорили Что типа Ну все Сэндлер Как бы теперь У него карьера закончена Он ничего не сможет сделать И тут он Ап И выкатывает Кассовый хит В лице Билли Мэдисона Вообще молодец Мне вот интересно Было по ходу того Как я смотрел фильм Типа Это они Нашли под него сценарий Или сами его написали Или вообще Как это получилось Так На самом деле Да Мои подозрения Оправдались Они и правда Написали сценарий По Сэндлера То есть Сэндлер сам его написал В соавторстве С чуваком по имени Тим Херлихи Который впоследствии Писал Не один фильм Сэндлера Еще Да И судя по всему Он был как-то еще И замешан В производстве СНЛ Где они скорее всего И побратались Ну Сэндлер Он как бы известен тем Что он как бы Это не он ушел от СНЛ Да Это СНЛ ушло от Сэндлера В том плане Что как бы Он потом Впоследствии Чуть ли не всех своих дружбанов Перетянул в свои фильмы Да И Дэвида Спейда И даже вот в самом Билли Мэдисоне Там же снялись Этот Норм Макдональд И Который играет Этого дружбана Его Тощего Да И Крис Фарли Который тоже Дружбан Сэндлера По СНЛ Я не знаю Был ли с ними Там тогда Крис Рок Мне что-то подсказывает Что был Возможно я не прав Но с Крисом Роком В общем Они тоже потом сработались И да Сэндлер написал сценарий То есть была задумка Этого фильма И они нанялись Снимать это кино Режиссеру Тамру Дэвис Я забыл Что этот фильм Сняла женщина Которая Кстати сняла Другой фильм Который мы смотрели В нашем детстве Помнишь этот фильм Бестмен Назывался Который там Типа свадьба Начинается И перед свадьбой Начинается ограбление Банку Чуваков Тот фильм Который я посмотрел И не запомнил его название И очень на много лет Я просто не знал Что за фильм Тогда был у нас На экране Я его даже Порос пересматривал С этим С Люком Уилсоном Да Да Там Люк Уилсон Играет жениха Дрю Берримор Играет невесту И дружбанов Люка Уилсона Его шоферов Играет Шон Патрик Флэннери Один из братьев Из Бундоков Святых Энди Дик Энди Дик И Эрик Дейн Который Супермен Из Супермен Лоис И там еще играет Наш с тобой Этот Давний товарищ Наш любимчик Фред Уорд Он же там вроде Играет Отца одного Из героев И еще там играет Одного из шоферов Чувак Который играл Барри В Друзьях То есть чувака От которого Сбежала Рэйчел В пилоте Вот это я копнул Да Глубоко Блин Вот такие странные проекты Причем Вот спроси кого Я уверен Что этот фильм Ну не знаю Мало кто помнит Его не помним Не помнит никто Кроме нас с тобой По-моему Да Потому что Я смотрю У него как бы Хотел бы я увидеть Какие-то успехи По кассовым показателям Но даже там Все очень плохо Ну потому что Правда в том Что Наверное 90 Или если не 95 Процентов фильмов На свете Они все забываются Да По крайней мере В массовом сознании И остается на поверхности Только самые сливки Но никто Не мешает вам Пойти И покопаться Как бы В вещах Которые В свое время Посчитались Возможно Средними И никому не запомнились Но в которые В какой-то степени Представляют собой Какую-никакую На ценность И Развлекательный фактор Частично мы Занимаемся этим В нашем подкасте Так что Я прям горжусь Нами Мы с тобой борцы За справедливость Средних фильмов Билли Мэдисон Кино про Чувака Великовозрастного Долботряса Я скажу Это словосочетание Очень-очень Много раз В этом выпуске Поэтому готовьтесь Который В общем Он Сын Богатого отца Который Руководит Сетью отелей И он Не делает ничего Кроме того Что он бухает Целыми днями Со своими друзьями Подсовывает Соседям Горящее дерьмо В пакете И В общем Все так бы и продолжалось Но приходит момент Когда он узнает Что Отец не собирается Отдавать ему В управление Компанию Компанию Отелей Он собирается Отдать его Своему Коллеге Эрику И Билли Недисон Не хочет Это отдать Я так и не понял Почему Правда Сейчас мы В этом Разберемся Но Он не хочет Чтобы это Произошло И Он собирается Доказать Своему отцу Что как бы Он способен Управлять Отелями И его Компанией Тем Что он вернется В школу И Пройдет Всю школу С первого Класса По Ее Окончание И Получит Нормальный Диплом А не С помощью Взяток Своего Папаша И Вот В общем Приключение Это и начинается Этот великовозрастный Долботряс Начинает Идти с первого По второй По третьей По четвертой И так далее Классы И мы смотрим Как он там Вливается В детские Коллективы И Влипает В разные Нелепые Ситуации Я Хочу Сразу Сказать Что Блин Они написали Просто идеальный Фильм Под Сэндлер И Мне кажется Мы еще это Обязательно Обсудим Но Я вообще Что в первую очередь Хотел сказать Знаешь Я на самом деле Думал о карьере Сэндлера Когда смотрел этот фильм И я пришел к выводу Что У Комедийной По крайней мере Карьеры Сэндлера У нее было Три направления Первое Это Комедии С высокой концепцией Второе Это Рамкомы Где Скорее всего Он играл С Дрю Берримор Или с Дженнифер Энистон И Третье Это Семейные Фильмы Которые Появились Уже во второй половине Его карьеры Мне вот Больше всего Наверное Ну нравится Мне его Рамкомы В принципе Нравится Подавляющее Их количество Ну По крайней мере Певец на свадьбе И 51-х поцелуев Это нормальные Фильмы Комедии С высокой концепцией Мне нравится Его Из Ранней Половины Потому что Я сейчас Объясню Что значит Комедии С высокой концепцией Это Короче Комедии У которых Можно сюжеты Писать Одним Предложением И это предложение Как бы Само по себе Звучит Очень интригующе Да Оно типа Само Пишет Фильм Вот например Великовозрастный Долботряс Идет Учиться Обратно В школу С первого Класса Вот я Сейчас Описал Сюжет Билли Мэдисона И Когда Сендлер Начинал Как бы Его Фильмы В этой Струе Они мне До сих пор Нравятся Что Билли Мэдисона Что Счастливче Гилмар И я считаю Что как бы Пик Для меня Этого Всего Случился В Водоносе Да И С этого Фильма К сожалению Этот жанр Стал мутировать В Комедии С высокой Концепцией В которых Адам Сендлер Кривляется Потому что Первым Большим Провалом В Американском Сообществе Для которых Как бы Стал очень Большим Таким Красным Флагом В плане Карьеры Сендлера И в плане Его актерского Таланта Был Ники Дьявол Младший Фильм Который Мне Как бы В детстве Нравился Я его Давно Не пересматривал Я боюсь Что я подумаю Про него Сейчас Для меня Этот фильм Таким Не запомнился И вот К сожалению Этот жанр Продолжил Мутировать И Со временем Превратился Вот В Джека Джилл Да И в Папа До свидоса То есть Это вот То что В итоге Сгубил Эту карьеру Сендлера И что Привело Его На Нетфликс У меня Есть Такая Мысль Что Если Сейчас Кого-то Спросить То есть Ну даже Не спросить Если Предложить Кому-то Посмотреть Фильм С Адамом Сендлером У Каждого Человека Нарисуется Свой образ В голове Типа И он Будет Называть Типичным Фильмом Адама Сендлера Да На самом деле Тут не все Так просто Я считаю И да Просто у меня То же самое Случилось Когда я Ну Само собой Разумеется Чтобы этот фильм Подкаст Посмотреть Я должен был Посмотреть его С Настей Либо предложить Его хотя бы Посмотреть Вот Она Человек Который просто Ненавидит Типичные фильмы Адама Сендлера Вот Но Посмотреть Она со мной Готова Я думаю Вообще Все что угодно После Кунг-По Особенно Я услышал От нее Это предложение Что блин Я ненавижу Типичные фильмы Адама Сендлера Я сразу же В голове Пронесли все Фильмы Которые Я с ним Смотрел И я не могу Под одну Гребенку Все записать Как бы Я ни Старался Да То есть Мне кажется Каждый человек Вот У него Не совсем Справедливо В голове Сформирован этот образ Но он Один из многих Да То есть Взять Того же Певца на свадьбе Или вот 51 поцелуев Сравнить его Действительно С тем же Водоносом Да Это просто Очень разные Фильмы И Как бы Ни один из них Я как бы Не могу Назвать Вот это Типичный фильм Адам Сендлера Они оба Очень Монолитами Стоят в его Творчестве Да Плюс Как бы Мы конечно Не рассматриваем Его эксперименты С драматическими Жанром Потому что Это совсем Другая фигня И это даже Обсуждать не нужно Он просто Как бы Иногда Сам себе Челленджи Устраивает И там Вот я смотрю Он В Панч Дранклов Снялся Да Тоже И даже Человек Который Будет говорить Со мной Про типичный Фильм Адам Сендлер Он скажет Ну конечно Мы не будем Рассматривать Вот эти Вот фильмы У него Там есть Фильм Про этих Про жертв Которые Пережили 9.11 Я не помню Просто как он Называется Рейн Овер Мим Да Вот Рейн Овер Мим Но Для меня Есть Вот ты Неплохо Разделил Что у него Есть прям Какие-то Очень Такие В романтику Фильмы Которые Свернули Да Обычно Они там Подкрепляются Действительно Очень сильным Женским Персонажем Который Очень сильно Вплетён Сюжет И как бы Они там Наравне Пачи Сендлера Да То есть И он берёт Себя Обычно Такую Ну Знаковую Актрису Вроде Дрю Берримор Который Может Не потеряться На его фоне И Сюжет Тоже Вместе Тащить Вот на этих Отношениях Но Я вот Всегда Думал Где Во всём Этом Месте Стоит Клик Клик Мне кажется Это Такой Мутант Из Семейных Фильмов Адама Сендлера Которые Начались С фильма Большой Папа Да И Его Комедии С высокой Концепцией Потому что Этот фильм Можно описать Одним Предложением Но я помню У него там В последний Третий Фильм Сваливается В такую Типа Ну В чувства И переживания Больше Да Я считаю Что вот Семейные Фильмы Адама Сендлера Это Большой Папа Клик Ночь Как он Называется Я никогда Не смотрел Этот фильм Ночные Сказки Сказки На ночь Bad time Stories В какой-то Степени Наверное Джек и Джилл И Ну Одноклассники И Одноклассники 2 Это тоже Типа Его Семейное Кино Ну да Там Как бы Его Ты сильно Не опишешь Прям одним Предложением Да Точнее Даже При желании Любой фильм Можно так описать Но Это предложение Не будет звучать Прям То что Затащит тебя На просмотр Этого фильма Ты скорее всего Пойдешь смотреть Одноклассников Просто из-за того Что увидишь Постер И сколько там Знакомых Рож Да А ты Смотрел Фильм Я вот Блин К своему стыду Смотрел фильм Миллионер по неволе Это Фильм С высокой концепцией Да Окей Я вот Просто Он каким-то образом Мимо меня вообще прошел Я сейчас увидел У него Фильмографию Этот фильм Так Блин Это Это не свежий фильм Который я мог пропустить Там просто из-за того Что я Не в струе На Netflix Нахожусь Это не супер древний фильм Это вот тот фильм Рядом с большим папой Который я должен был Как-то посмотреть Ну а что Пропустил Не Миллионер по неволе Это короче Деревечина Наследует Миллиарды долларов Вот пожалуйста Понятно Я скажу по поводу Этих самых Фильмов Сендера Еще то Что смотри Просто вот как разделить Например В Никит Дьявол Младший Да Или там Счастливчик Гилмор Или Даже Управление Гневом Или Этот Не шути Зоханом Да В них всех Адам Сендер Играет Комедийную роль То есть Ему там надо Прямо вот Как-то Выжимать из себя Что-то смешное А вот в фильме Типа 51-х поцелуев И певец на свадьбе Он играет Больше такого Стандартного Романтик Лида То есть Которому надо Играть просто Персонажа Нежели Юморить Вот Да И Я еще скажу Что Адам Сендер Как бы ты сказал Что как бы Его Несправедливо Как бы все фильмы Записывают под одну Гребенку В чем-то И правда Несправедливое замечание А в чем-то Справедливое В том плане Что он всегда Приносит с собой Определенное Качество юмора И определенный Стиль юмора Который вот Вписан во все Его фильмы Так или иначе Возвращаясь К тому фильму О котором мы Сегодня говорим Я считаю Что Билли Мэдисон Он очень выгодно Выглядит На фоне Всей остальной Карьеры Сендлера Потому что Во-первых Это самый Больной на голову Фильм Сендлера Из всех Что он потом снял Ты тоже это заметил Да У меня сразу тебе вопрос Миша Смотри Замечал ли ты Степень Вот этого вот Болезни на голову Когда смотрел В детстве Этот фильм Нет Вот Мне кажется Я Очень много лет Его не смотрел Да И сейчас Пересмотрев его Я реально Вот у меня Вчера был вечер Когда я переоткрыл Для себя этот фильм Да Я его определенно Увидел Насколько он Намного более Сюрелистичный Чем все остальные Фильмы Сендлера То есть Это его первый Большой фильм Который он Сам уже и написал Поэтому видно Что он тут Еще такой Нефильтрованный И что он Просто пихает Фильм Все то Что он Считает Смешным Как бы Для нас Тобой Я думаю Большинство Из этого В той или иной Степени Выстреливает Да Как бы Есть круг Людей Которые Ну я думаю Не совсем Это подойдет Поэтому Тут Как есть У меня Вчера Пустила мысль Во время просмотра Что Как бы Фильмы Просмотренные В определенном возрасте Они Хочешь Не хочешь Они тебя Формируют На будущее Да И Я смотрел Все детство Этот фильм И я не понимал Насколько он Отбитый на голову Да И сейчас я понял Насколько Отбитый на голову Фильм Формировал меня В свое время Просмотр За просмотром Я говорю Это был Наверное Один из самых Заезженных Мною фильм Просто Если сложить Количество Просмотров По кассете И потом Еще и По телевизору То есть Там Он Будет Очень высоко В этом топе Но Вот это Все формирование Шло Я вообще Не понимал То есть Потому что Этот фильм Заложил в меня Такие вещи Которые Смешили меня Просто На многие годы Вперед Хотя Никого Вокруг Меня больше Не смешили Я вот Смотрел И думал Как до этого Все Вообще Можно Додуматься То есть Воображаемый Пингвин За которым Он гоняется По особняку Училка Которая Мажет клей Себе На лицо В перерывах Клоун Который Свалился Сломал себе Ногу Получил Опухоль В голове И воскрес Во время Музыкального Номера Да Крис Фарли В роли Водителя Автобуса Это странно И гениально На мой взгляд Директор Школы Который И рестлер И гей И убийца Директор Старшей школы Который Запихнул В викторину Вопросы Про свою Жену Изменницу Блин Этот актер В последние годы Стал миметичным Благодаря тому Что Этот момент Когда он говорит То что я сейчас Слышал Это отупело Всех Кто сидит И слушает Тебя Блин Этот актер У него такой Называется Дэд Пен Которым он это говорит Это просто Великолепно Они подобрали Чувака Под эту роль Как он говорит Все эти вещи Про свою Бывшую жену Да И еще Я считаю Что как бы Этот фильм Чем выгодно Отличается На фоне Остального Творчества Сэндлера Это в том Что он Я не знаю Как это произошло Но видимо Он тогда Просто идеально Осознавал Свои Актерские И комедийные Способности И они написали Просто идеальный сюжет Для таланта Адама Сэндлера Потому что Он гениально Играет Великовозрастного Долботряса В этом фильме Просто великолепно Потому что Я вот представил Какого-нибудь Другого комика В этой роли Какого-нибудь Там Роба Шнайдера Или Поли Шора Который бы Вот прямо реально Играл Как инфантильный чувак То есть Он бы пытался Изображать ребенка Любой другой чувак А Сэндлер Он уловил Злобу И неудовлетворенность Очень многих Детей и подростков Поэтому И неудивительно Что потом Во многих других фильмах Один из как бы Главных комедийных козырей Сэндлера Это в том Что он играет Озлобленных Смешных чуваков Которые все время Хотят с кем-то подраться Вот этот вот Его Крик Да И вот эта вот Его рожа Когда он орет Она просто стала Настолько иконичной На самом деле Потом И мне кажется Что вот он просто Идеально оценил Свои способности И что он способен Сыграть И что нет И они написали Вокруг него Просто идеальный Для этого фильм Я на самом деле Я на самом деле Даже не удивлен Что как бы Счастливчик Гилмор Был более успешен В плане мейнстрима Потому что Это немножко Менее больной На всю голову Фильм Он чуть более ровный И менее Сюрреистичный Но в нем Все равно Хватает Каких-то там Вот его Таких Приколов Которые в свое время Он еще умел Креативить То есть там вот Бен Стиллер Вроде этого Медбрата В доме престарелых Ну это же великолепно Просто Просто весь замут С этим С крокодилом Оторванной рукой И вот всей этой И концовкой Да Когда они все Смотрят С небес на него То есть До этого Нужно было Реально Дойти Очень сложным Мыслительным процессом Я считаю Ну что Впоследствии Произошло Да Скорее всего Сэндер И списался И ему Вот одинаковые Комедии Снимать Ему надоело Скорее всего Но так как Они до сих пор Продаются И до сих пор Их люди смотрят Как бы Приходится Все равно Это делать Так что Как-то так Да Единственное Я еще скажу Что меня На самом деле Удивило Что Что этот фильм Он даже Частично Издевается Над формулой Тех фильмов По которым Будут сняты Все остальные Эфимы с Эдлером Не смогу Привести Сейчас точную Статистику Но очень многие Эфимы с Эдлером Заканчиваются тем Что он задвигает Какую-то Вдохновляющую Речь И тем самым Выигрывает Как бы Свою сюжетную Линию А тут Они как бы Даже поиздевались Над этим Что он Что он В конце Зачитывает Эту сказку Про Собачку И чувака И этот Ведущий Говорит Ты сейчас Смотрел Какой-то Бред Садись Ты проиграл И как бы Сюжет Абсолютно В другое Русло Уходит Потом По-другому Разрешается Как бы Как они Додумались До этого Тогда И потом Раз за разом Вступали на Одни и те же Штампы Впоследствии Я не понимаю Вот этот фильм Случайно что-ли Появился На свет Мне кажется У них тогда Руки были Чуть более Развязаны Это все-таки Первый дебютный Проект На него Никто Мне кажется Не давил Он полностью Писал весь этот Фильм Весь сценарий И что-то Даже у него Получилось Случайно Скорее всего Да То есть Вот из-за Отсутствия Знаешь просто Чем больше Денег Студия Видит В потенциале Твоего проекта Тем больше Она возможно Со временем Начинает На тебя Посматривать И контролировать Да И это возможно Очень плохо В какой-то мере Сказывается Просто на всем Творческом процессе Да Здесь же Как бы Скорее всего Я просто Немного Буду фантазировать Но Сопоставляя факты Просто Небольшой бюджет У нас Типа Есть относительно Популярный Чел С телевидения Мы как бы Я это Если бы я Был в студии Я бы это Как сделал Таким знаешь Просто супер Тестовым проектом Который Как бы Я готов Потратить Десять лямов Чтобы просто Проверить Взлетит ли этот Корабль или нет Да Потому что Дальше в Голливуде В 90-х Очень много Похожих Случаев было Например Этот известный Фильм Фредди Гатфингер О да Они взяли Известного чувака Из другой какой-то области Подумали Окей Он там популярен Давайте просто Дадим ему Кардбланш Дадим ему Какую-то иную сумму И дадим ему Скажем Чувак Ты должен В конце Выдать нам фильм Да Это уже Подтвержденный факт Что так и было Я вижу вот в таких комедиях Первых комедиях Каких-то известных комиков Или еще каких-то Людей с телевидения Вот что-то похожее И потом Бобер пришел К другому Бобру И сказал Ты глупый Бобер Ты глупый Чем больше я смотрю Не обзоры Я вот недавно посмотрел Обзор этого Джеймсона Они обсуждали В Rental Reviews Drop Dead Fred И они там Опять коснулись Этого фильма Фредди Гатфингер Каждый раз Когда я натыкаюсь На кадры Из этого фильма Я все больше Хочу его еще раз Посмотреть И он все больше Знаешь как-то Вырастает у меня В голове Папа я фермер Смотри я фермер Блин Я человек Который полностью Смотрел фильм Пошел ты Фредди Как он у нас называется Я скажу Что она того стоит Я не против Даже еще разок У Джеймса Родилась концепция Что в Drop Dead Fred У главной героини Это Воображаемый друг Да И они типа Замутили монтаж Вдруг Этот воображаемый друг Его бы играл Топ Грин Из Фредди Гатфингера Ты еще не смотрел Тролли Нет я не смотрел Там просто Они смонтаж Так что Там выбегает Например из дома У него Уделено лицо И там Том Грин В оленей шкуре Короче попадает Под грузовик Блин Надо будет Обязательно заценить Я на самом деле Еще скажу Что Вот ты сказал Что типа Бюджет у Мэдисона Был не такой уж большой Но блин Этот фильм Выглядит лучше Чем Фильмы Из поздней карьеры Адама Сэндера У которых был большой бюджет Да То есть Тут еще Какой-никакой Продакшн-валию Было И режиссера Они наняли Настоящего То есть Не Денниса Дугана Который снимал Все остальные Фильмы Сэндера И вроде бы До сих пор Этим занимается Они же даже Вот этот особняк В котором живет Билли Мэдисон Ты в курсе Что это Особняк Людей Икс Серьезно? Да Они использовали его Потом для Съемок Людей Икс И потом Особняк Еще много где По-моему Появлялся Блин Офигеть Замитый особняк И еще Я считаю Что Вот этот вот Сюжет и завязка Что типа Чувак идет В школу Да С первого класса И до последнего Учится Блин Это один из Просто самых Величайших И самых Просто Гениальных В своей простоте Комедийных Сюжетных завязок В том плане Что это просто Идеальная структура Для сюжета Типа Класс За классом Чувак идет Даже Даже ребенок Это поймет Блин Удивляешься тому Что эта вещь Казалась бы На поверхности Но блин Почему раньше Никто до этого Не додумался Ну вообще Эти фильмы Они просто Непопулярны У нас в стране Но я знаю Парочку других Примеров И они намного Да Они намного Хуже чем Билли Мэдисон По крайней мере Для меня это точно Есть фильм Сродни Денджерфилдом Из 80-х Называется Back to School Я его никогда Не смотрел Но этот фильм Как бы не особо Известен И еще Пару лет назад Вышел фильм С Мелиссой Маккарси Где она возвращается То ли в школу То ли в универ В общем Тусит Вроде бы В колледж возвращается В общем Какие-то время от времени На эту тему Фильмы Появляются Но Как бы Я считаю Что Билли Мэдисон Это подавно Как бы Самый яркий Самый такой Запоминающийся И выжит Фильм Который выжил Из этой концепции Все что только можно Потому что Я говорю Адам Сэндер Который Прямо С какой-то Такой Искренней Наивностью Как он Вживается В среду И образ жизни Маленьких детей Первоклассников На это смотреть Как бы Это такое Завораживающее Зрелище И я считаю Что ни у одного Другого актера И комика Особенно того времени Не получилось бы Так круто Это сыграть И как бы Он Даже его актерский талант В этом фильме Он не в плане того Что как Не как у Джима Керри Который все время Там кривляется Или Какой-нибудь другой комик Который вот Круто там Шуточки Шутит Нет Он просто Вот именно Его манера игры Она так классно Влилась Вот в эту Как бы В этот сюжет Что Блин Мне уже трудно Представить Кого-то другого На этом месте И мне кажется Что впоследствии Как бы Ну очень мало Фильмов Так же Классно Прямо выстреливали В центр таланта Сендера Потому что Ну Счастливый Чай Гелмор Это еще да Он там сыграл Озлобленного Да Великовозрастного Долботряса Только который Идет не Учиться в школу А который Типа Такой хаотичный Персонаж Он начинает Вливаться в среду Очень такого Мирного Спорта Да Как гольф Водонос На самом деле Интересная тема Потому что Он тут Начинает играть Вот своих Странных персонажей Которые говорят Странным голосом Но это еще Те времена Когда это Более или менее Работало На самом деле Водонос Я бы тоже Как-нибудь Обсудил Мне кажется Это прикольный фильм Там тоже Хватало Странных Моментов Ооо Да Блин Я Эта фраза Она у меня Где-то На подкорке Просто Выгравированная Про Бенджамина Франклин Я просто Не могу Больше По-другому Никак Воспринимать Его И там Я готовлюсь Когда там Моего ребенка По программе Школе Начнется Хоть что-то Связанное С этим Историческим Персонажем Блин Я там На нее Все это Дерьмецо Вылью Блин Короче В следующий раз Обсуждаем Водонос Ну и там Чем дальше В лес Чем все Становится Хуже И хуже Потому что Мне кажется Вот Момент Когда все Просто На международном Уровне Разочаровались В Адаме Сэндлере Это фильм Джек и Джилл Такие разные Плесницы Скажи Ты не хочешь Сыграть в Твистер С его Систер Почему-то Народ Очень много Негатива Записал Насчет Адама Сэндлера Из-за Вот этого Фильма Да То есть Я его В каком-то смысле Понимаю То есть Если Существует Публика Которая Типа Его до сих пор Смотрит И есть Не только Публика Но есть И с другой стороны Инвесторы Которые готовы Тебе платить За то Что ты Вот это Все делаешь То есть Как бы С двух сторон Он С начала Производства И с конца Производства Окружен Людьми Которые готовы Во-первых Платить А потом Потреблять Он типа Ну почему Этим не Воспользоваться Бля Что еще Господи Брэдли Уитфорд В роли злодея Мне кажется Он гениален Просто Я Я Не знаю Почему Но В детстве Я не видел Того Насколько Он офигенно Вписался Вот знаешь Как Противоположность Билли В этом фильме Да Да Ну черт возьми Этот чел Для меня тоже Открылся Вот как и весь фильм Совсем с другой стороны Когда я сейчас Его посмотрел Еще и в оригинале Я как бы Намного больше Запомнил Другого злодея В фильме Адама Сендера Да Это шутер Макгевина В исполнении Кристофера Макдональда Чувак который Жрет дерьмо На завтрак А вот Просто Брэдли Уитфорд Сыграл намного Более тонко И как бы Моменты Есть моменты Когда он Как бы Вкатывается В комедийность Да Но по большей части На 95% Он играет Как бы Такого Ровного чувака Но вот эти 5% Когда Его Как бы Заносят Это просто Комедийное золото На мой взгляд То есть Они становятся Именно хороши На контрасте Того Как ты видишь Этого персонажа Такой серьезный Бизнесмен Там сидит Готовится Потому что У него Скоро Под рукой Окажется Целая Мега компания И тут У него Просто случается Какая-то такая Дичь Он там То Какого-то Уборщика Наймет Для того Чтобы следить Забили Весь этот Сцеж Это сцена С рапортом Потому что Он нанаблюдал У кого-то там Зеленая машина Да Убили А это Там еще есть момент Когда Он участвует В этих Гонках Со связанными Ногами Что за Бред Это Вот Я не знаю Как бы Я могу просто Про 95% Моментов Этого фильма Сказать Они из ниоткуда Но Это как бы Их украшение Да Потому что Не было никакой Подводки К этой сцене Но этот Комедийный бит Он только От этого Выигрывает Злодей В этом фильме Он немножечко Прав Да Потому что Я не знаю Вот по каким По какой мотивации Хочет Получить компанию Билли Мне кажется В начале Фильм По не очень Благородным Да Он просто Хочет Из Своей Своей Как Воскомерия Да Из-за своего Самолюбия Он хочет получить Компанию Папаша Не хочет Давать Этому Чуваку Но в процессе Фильма Он меняется Да И потом В конце концов Он даже Потом Не принимает Эту компанию Он идет Если бы не Концовка Я как бы Считал Что Ну Там Худо-бедно Но нужно было Все-таки Отдать эту компанию Чуваку Но концовка Тут Слава богу Она Не знаю В ней Вот это вот Зерно Какого-то Здравого смысла Проявилось Да Когда Крис Фарли Обнимается И целуется С воображаемым Пингвин Да Вот это Зерно Здравого смысла Не только Обнимается В моем детском Сознании Он просто С ним Обнимается Да Я тоже Как бы Блин Я просто Увидел Это Господи Я на это Все детство Смотрел О боже Ты мой Знаешь Что я называю Идеальной шуткой Идеальная шутка Это когда В середине Фильма Происходит Переломный момент С главным героем То есть Он начинает Меняться Его начинают Травить в школе И он узнает Что на самом деле Травить людей Это плохо И он решает Позвонить Тому С кем он учился Раньше Извиниться Перед ним И показать Что типа Он меняется Как человек Он звонит Это оказывается Стив Бушами Стив Бушами Билли Мэдисон Извиняется Типа Перед ним Говорит Что типа Вот так Нельзя было Делать Я надеюсь Ты меня Простил Надо Как-нибудь Встретиться Типа Угостить Друг друга Чашкой Кофе Типа Стив Бушами Говорит Типа Да Хорошо Хорошо Я даже Не держу На тебя Обиды Как бы Все нормально Типа Они кладут Трубку Стив Бушами Поворачивается К своей стене На которой У нее Висит Список Под названием Типа Люди Которых Надо Убить И там Длинный Список Имен Одно Из которых Написано Имя Нашего Героя И он Его Зачеркивает И потом Он еще Если этого Было Недостаточно Он Поворачивается И Мажет Помадой Себе Губы И лежит Там Под странную Сопливую Музычку Мечтает Что это Такое Это Комедийное Золото Это То Что Я называю Идеальной Шуткой И Ни Одному Другому Фильму Никогда Это Не Удалось Повторить Это То К чему Я буду Стремиться Всю Свою Жизнь Это Просто Топ Я Не знаю Я Ни В Одном Другом Фильме Ни В Одном Другом Комедийном Предмете Искусства Я Не Видел Ни Одной Другой Настолько Идеальной Шутки Единственная Одна Другая Такая Идеальная Шутка Практически Такая Идеальная Это Из одной И той Семьи Адойлов А потом Они Все Вместе Слетают С обрыва На Банановой Кужере Которые Скинули Там Еще В Первом Акте И Они Даже Падая В обрыв Продолжают Орать Свой Девиз Как Можно Все Это Написать Я Не Понимаю Ты Кстати Когда Смотрел Сейчас Этот Момент Когда Они Слетают С обрыва Ты Там Увидел Куклу Которая Сидит На Переднем Сидении Ну В смысле Я видел Что это Не люди Прям Разглядывать Не стал Я просто Увидел Что там На Пассажирском Сидении На Переднем Месте Там Сидит Как Кукла Я Такой Подумал Блин Это Типа Ляп Или Это У Дойлов Как Они Там Ехали С семьей И У них На Переднем Сидении Сидит Кукла Потому Что Там Не Показывают Кто Сидит На Этом Месте В Других Кадрах А Подожди Там Настолько Надо Присмотреться Мне Это Бросилось Глаза На Сам Дельно Окей Я Попробую Пересмотреть Ну В принципе Я Просто К тому Что Если У них Там У Дойлов Внутри Фильма Сидит Кукла На Переднем Сидении Это В принципе Подходит Их Характеру Как Персонажам Да И Еще Что Последнее Последняя Моя Мысль Это Что Бриджит Уилсон В роли Вероники Вон Она Уже Какой-то Пятый Или Шестой Раз В нашем Подкасте Возникает Ее Нужно Выбрать Аватаром Нашего Подкаста Мне Кажется Мы Уже Должны Посвятить Ей Какой-нибудь Специальный Выпуск И Посмотреть Что-то С ней Что Не Является Частью Нашего Детства Найти Какой-нибудь Повсюду По количеству Она Пока Перебивает Ее Да Странно Кстати Что Она Как-то Не Запомнилась Нам Сильно Не знаю Возможно Потому Что Это Все-таки Фильм В котором Адам Сэндлер Я Просто Не могу Вспомнить Фильма В котором Она Сильно Выделилась Для меня Даже В Смертельной Битве Или В Доме Ночных Призраков Я Всегда Не Думал Ну Окей Мне Кажется Что Две Самые Яркие Роли Это Как Раз Так В Билли Мэдисен И В Последнем Киногероем Итак У тебя Есть Какие-нибудь Финальные Мысли Перед тем Как мы Перейдем К вердикту Я Просто Хочу Сказать Что Я Очень Хочу Перейти В ту Секцию Где Мы Будем Советовать Этот Фильм И Просто Услышать Твое Мнение Я Думал Что Это Прям Просто Очень До этого Фильм Это Был Все Так Перевод СТС И Блин Сколько Жаней Вещей Скрывали Переводили Не так И Наверное Слава Богу Блин Вот Это Не Дом Работница А Вот Это Тоже На Горничной Заметил Это Ох Я Каждый Раз Когда Что Так Говорил Я Отматывал И Еще Раз Это Слушал Чтобы Это Осознать И Это Случалось На Каждую Реплики То Когда Она Первый Раз Сказала Фразу В рамках Своего Прописанного Персонажа И Настя Такая О Я Слушай Они Могли Перевести Неправильно Я Отматывать Не Стал Она Просто Промямлила Фразу В оригинале Самую Первую Я Подумал Наверное Это От себя В сабах Потому Что Я В детстве Ничего Похоже Подобного Не помню Да Но Потом Раз За разом Она Продолжала И Знаешь Где-то На Третьей На Четвертой Шутке Я Проникся И Начал Смеяться На Это Будет Не Для Всех Да Но Это И Не Один Момент То Например Когда Клоун Встал У нас В переводе Я Че Только Помню Что Он Говорил Только Про Ногу Что Он Сломал Ногу Но В оригинале Было Прописано Сломная Нога И Опухоль В Ноз Для Меня Только Сейчас Дошло Что Скорее Всего Весь Этот Музыкальный Номер Он Себе Придумал Он Не Случился В реальной Жести А Я Раньше Воспринимал Как Канон Засетаплено Нам Было Заранее Что Этот Человек Он Иногда Не Дружит С Головой Я Хотел Тебе Сказать Что Ты Описывал Вот Этот Неправильно Его Изобразили То Они Начали С Этого Наивности Детской Что Он Сделал Действительно Ты Правильно Сказал Он Привнес Детскую Злость На Всех Но Что Он Еще Сделал Он Помножил Это На То Что Если Бо Ребенку С Ранних Лет Был Доступен Алкоголь Во Что Бо Это Все Превратилось Потому Что Вот Этот Трип Бесконечный В Котором Он Находится Если Он Как бы В начале Фильма Нам Просто Четко Показывают Что Он Просто Просыпается Не знает Даже Какой Месяц Сейчас На Дворе Видит Сразу Пингвина В первой Сцене Это Просто Бесконечный Трип И То же Самое Было Бо С Любым Ребенком Если Бо Был Бесконечный Доступ К Пивасу Или Еще Какой Такой Фигне Какой Сегодня День Октябрь То есть Я не знаю У кого Бы хватило Яиц Для того Чтобы Такой Образ Дотащить До Экранов К Любимым Моментам Нет Смысла Это Еще Один Случай Того Где Весь Фильм Это Один Мой Любим Момент Который Я Не могу Объективно Даже Оценивать Я Сидел Смотрел Фильм От начала До Конца С Дурацкой Улыбкой Он Не Слезал У меня Просто Ни На Один Момент Ну Я Скажу Тогда Что Ну Конечно Юмор Может Быть Не Для Всех Но Я Считаю Что Также Очень Многие Наши Сверстники Выросли На Тех Американских Комедиях На Которых Выросли Мы Поэтому Может Быть Стиль Билли Мэдисона Покажется Им Не Таким Каким Инопланетным Поэтому Блин Может Быть Может Быть И Нет Но Как Бо Я К Рекомендациям Фильма Отношусь Очень Осторожно Поэтому Думайте Сами Я Думаю Блин Опять же Адам Сэндер И Есть Его Стиль Юмор Он Как Блин Для Кого Не Секрет Что Он Себя Представляет Я Просто Скажу Что Это Филь Из Тех Времен Когда Этот Стиль И Его Юмор И Его Креативность Они Еще Не Совсем Поистаскались А Когда Они Еще Были Совсем Вот В Самом Соку Поэтому Если Вам Такое Интересно То Пожалуйста Я Просто Даже Твоим Словам Я Не Могу Советовать Прям Всем Именно В Качестве Развлекательного Комедийного Фильма Потому Что Из Нашего Подкаста Тоже Понятно Что Блин Юмор В Этом Фильме Он Настолько Нестандартен И Довольствие Я Еще Просто С Такой С Рекомендацию Преподнес Потому Что Этот Фильм Все Таки С Какой То Исторической Точки Зрения Интересен Просто Исторической Точки Зрения Как Точка Какого Отсчета В Карьере Не Самого Последнего Человека В Голливуде И Возможно Вы Послушав Нас Как Немного По Другому Начните К нему Относиться Как Увидите Что У этого Человека Есть И Драматичные Роли И Романтичные Роли Он Как Б Не Всегда Просто Кривляется И И И И Долго Отряс У него Как Б Только Есть Пачка Фильмов Где Он Такое Делает А Это Фильм Он Почему Еще Интересен Это Вот Тот Самый Адам Сэндлер Но Он Без Тормозов Без Каких Границ И Еще В таком Ключе Этот Фильм Можно Рассматривать Как Просто Супер Интересный Экспириенс Да Я Скажу Что Да Я Считаю Что Это Большая Несправедливость Что Из-за Возможно Не Совсем Постоянной Комедийной Карьеры Адама Сэндлера Под Эту Гребенку Попадают Его Драматичные Фильмы И Драматичные Роли Я Вообще Легко Могу Порекомендовать Всем Слишком Натужный Но Все Остальное Оно В принципе Очень Даже Адекватно Да Блин Панч Драмат Клафф Это Снял Пол Томас Андерсон Черт Черт Возьми Этот Фильм Вообще Не Стыдно Рекомендовать И Да Я Скажу Что Я Скорее Всего Буду Пересмотреть Этот Фильм И Еще Конечно Блин Я Не знаю Был Ли У нас До Того Фильм В котором Я Настолько Бескомпромиссно Был готов Ответить На твой Вопрос По поводу Пересмотров Так как Я Начал Задавать Этот Вопрос Не так Давно То Ну Не знаю Дрожь земли По-моему Ты тоже Будешь Пересматривать Да Хорошо В общем Да Наш Ответ Будем Пересматривать Обязательно Но Еще Такой Комментарий Будьте Готовы К тому Что Не Все Моменты Особенно Касающихся Комедийные Моменты Связаны С детьми Сейчас Хорошо Ложатся На менталитет Нынешний Да И Не показывайте Этот фильм Детям Да Несмотря на то Что у этого фильма Рейтинг PG-13 Я для себя С большим удивлением Открыл Вот И Там есть Несколько Супер Криповых Моментов Связанные Просто С тем Что Отношение Ученик Учитель Отношение 30-летний Мужик В классе И 5 девочек В его классе И его директора И его директор Вот знаешь Если бы в этой сцене В конце не было Твиста с директором Она бы была Супер криповой Но он на себя Все одеяло Перетащил И ты как бы Уже не думаешь О том Что происходило Последние 10 секунд Кстати Это один из редких Фильмов В котором Очень много Детских персонажей Но тем не менее Он не детский Да Тут можно Как-то Завести в заблуждение Зрителя Таким образом Надо быть Поаккуратнее Скажи У тебя никогда Не было желания Поесть клея Нет Нет Только нюхать Ладненько Тогда переходим К финальной рубрике Нашего подкаста Да Настя Слушай Она что Вывела какую-то формулу 100% попадать В первую очередь В наши подкасты Она все время Оставляет их В утро Когда мы записываем Новый выпуск И это происходит Уже третий Или четвертый раз Что за бред Возможно Она просто видит Что он записывает Что-то Надо как-то Надо что-то сделать Относящееся К его вот этой Вот деятельности Я уже в третий Или четвертый раз Прямо вот В день Когда мы начинаем Записывать Я в последнюю очередь Добавляю то Что надо поговорить Про то Что написала Настя Вот видя Умная девчонка Хитрая Да Она написала Что она больше Любит Джеки Чан Она больше любит Джета Ли Чем Джеки Чана В принципе Тоже мнение Он же Юло Он Ноборис Бич У нее Возможно Мы когда-нибудь Более подробно Раскроем Это Может она Не знаю Фиг знает Какие рубрики У нас впереди Но из того Что я знаю И поверьте Могу сейчас рассказать У нее Короче все Ее отношение К фильму Джеки Чана Немного Заруинено В детстве Фильма Медальон Нет У нее был Небольшой Овердоз Фильма Доспехи Бога Его крутили В ее семье По любому поводу И даже Когда она не хотела Посмотреть Больше чем Мы крутили Первый удар Мне кажется Да По ее рассказам Это было Почти нон-стоп Это невозможно Я так часто Пересматривал Ту сцену На снежной горе Из первого удара Что я сломал Кассету Помнишь Да И во вторую Брай Ты прикинь Я сломал Кассету Тем что Я слишком часто Пересматривал Одну и ту же сцену Но это же Блин Прямо фильм Какой-то Адам и Сэндер Да И кстати Блин Офигеть Вот никогда Не знаешь Какой фильм Выстрелит За неполную Неделю У Ромео Практически Сто просмотров На ютубе Да Какого черта вообще Для меня даже Эти 100 просмотров Сейчас большая нос Потому что я проверял Два дня назад Там было 68 Короче Мы с тобой вообще Не понимаем Публику То есть В каком мире У нашего подкаста По Ромео Должен умереть В первую неделю Вдвое больше просмотров Чем по выпуску На пятый элемент За все время Да То есть Я вообще не понимаю Как работает Ютуб Логовитом Какие люди там сидят Из России Которым все это интересно Но Да Что я могу сказать Будем продолжать В общем Бороться со всем этим И даже не бороться А пытаться влиться Во все это И будем познавать Новые горизонты Русского ютуба А на следующей неделе У нас Расчик Дурацкая фамилия Ладненько А пока что Спасибо что нас слушали До скорого И до следующего раза Всем пока Ты решил отказаться От своей дежурной фразы Про лайк на ютубе? Ах да Лайкните Этот выпуск На ютубе И поставьте нам Его палец вверх Это нас мотивирует Радует И помогает Оставаться в тонусе Разве я это Не показал вам Тем что я забыл Попросите вас Об этом сделать Нам это очень важно Да Вот по крайней мере Денису это точно Я короче Просто ждал 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 У меня Боролось Внутри меня Как бы два демона Таких Да Один Один Который Который Сейчас тебе Все скажет И напомнит А другой Хотел Этого не говорить Я хотел после подкаста Тебе написать Чтобы ты Очень неловким монтажом В конце Ставил свою Фразу Просто с другим звуком Типа А да Еще поставьте нам Лайк на ютубе Слава богу Ты сделал это сейчас Потому что Потом доставать это И дозаписывать Это бы геморрой Был бы Ладненько Ну пока что Да Спасибо что нас слушали Ставьте нам лайки И до следующего раза Всем пока Всем пока